Здравствуйте! В студии Наталья Володна. В ближайшие 20 минут я расскажу вам о главных событиях этой недели. В Агрогородке Козловичи прошел концерт белорусского гитариста, лауреата многих международных конкурсов, трижды лауреата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, солиста Белорусской государственной филармонии Павла Кухты. Подробности в нашем следующем сюжете. Павел Кухта родился в 1984 году в Гродно, где и получил первое музыкальное образование. Далее окончил Белорусскую государственную академию музыки, там же получил степень магистра. Принимал участие в мастер-классах у известных гитаристов, таких как Пеппе Ромеро, Дэвида Рассела и Хуберта Кеппеля. Является лауреатом международных конкурсов, с 2002 года ведет активную концертную деятельность. Концертировал по городам Австрии, Белоруссии, Венгрии, Литвы, Польши, России, Словакии и Чехии. Дети приобщаются к высокому искусству, узнают что-то новое и, возможно, это как-то развивает их воображение, внутренний мир. Программа в основном будет состоять из произведений классических авторов, шедевры мировой классики. В актовом зале Козловической средней школы собрались ребята разных возрастов, чтобы послушать лучшие композиции из мира гитарной музыки и задать музыканту интересующие их вопросы. Концерт прошел в форме дружеской встречи. Между исполнением композиций Павел рассказывал детям истории создания исполняемых произведений и просто интересные факты из мира музыки, а также отвечал на возникающие у них вопросы. Концерт прошел на ура, все остались довольны полученными эмоциями. В нашем агрогородке на базе школы работает филармоническая площадка, которая два раза в год любезно приглашает лучших музыкантов нашей страны для того, чтобы они поделились своим исполнительским мастерством и творчеством музыкальным с детьми, которые проживают в сельской местности. Поэтому мы с большим удовольствием сотрудничаем с Белорусской государственной филармонией и принимаем самого высшего уровня музыкантов и исполнителей. Мелодичные ритмы благотворно влияют на организм человека, так что юные жители агрогородка Козловичи смогли сегодня не только насладиться живой музыкой, но и получить положительный заряд. Влада Широкая, Игорь Стришкин, Слуцк ТВ В четверг в Слуцкой районной центральной библиотеке прошел региональный этап республиканского молодежного конкурса «100 идей для Белоруссии». Масштабный проект стартовал в 2011 году. Конкурс дает возможность молодым ученым реализовать свои идеи в различных сферах деятельности. Ребята из Пуховичского, Солигорского, Стародорожского и Слуцкого районов, всего на суд экспертов представлено 14 проектов. Только пять из них получили шанс представить свои идеи уже в рамках областного этапа. Тем конкурсантам, проекты которых не попали в следующий раунд отбора, не стоит переживать. Их инициативы уже внесены в республиканский реестр и также имеют шанс на реализацию в будущем. История одного камня. Это начало с того, как дешевле попросил выкопать картофель. Я выкопала и нашел вот этот вот камень, интересной формы. В итоге, через два года я решил исследовать, что это такое. Поехал в БГУ на географический факультет, чтобы объяснить, ну что это за явление, что такое. В итоге, что это синит. Когда начал в Убленно изучать его, это понял, что он может развить экономику нашей страны. И данная работа можно использовать в любых целях. И в архитектурных, для вот, как минимум, красивый город. Дома, все архитектура, ступеньки. Но вы могли бы еще делать фонтаны. И он очень дешево продается на рынках. Мы уже прослушали несколько работ из разных областей. И вы знаете, самое главное, что меня поразило, что насколько дети увлечены этим всем. И они живут, и скорее всего, они выберут свои профессии, вот это свое увлечение. Ну и очень интересно, что, понимаете, довольно профессионально. Самое же главное нам разбудить потенциал ребенка в таком детском возрасте. И он тогда, естественно, пойдет по этой стезе. Может быть, даже где-то в другой области будет. Но это останется с ним на всю жизнь. Слудская галерея искусств за два месяца превратилась в дивный волшебный мир. В среду здесь открылась выставка художника Александра Салтовца «Там, где живет волшебство». Яркие сюжеты, загадочные образы и новые работы мастера – подробности в нашем репортаже. Первая выставка Александра Салтовца прошла еще в далеком 2004 году в Слудском краеведческом музее. За это время работы кисти известного художника выставлялись по всей стране 25 раз. Персональная выставка «Там, где живет волшебство» стала лишь четвертой для мастера на родной земле. Много где выставлялся и поле в одно такое для себя вещь. В гостях хорошо всегда, а вот эта галерея у меня как родной дом – дом лучше. Здесь представлено 43 живописных полотна. Многие из них посетители увидят впервые. Как признается сам художник, в основном картины создаются ночью. Днем Александр преподает у детей в грецкой школе искусств. Переступил порог школы и просто влюбился в это преподавание. И я многому тоже у них учусь. Мне очень нравится работать с детьми. Пускай не все, конечно, станут художниками, кем-то этим. Но любовь к культуре, искусству у них это прививается. Многочисленные картины фантазии – это своеобразное отражение личности самого автора. Фантастические персонажи из созданного художником мира удивляют своей яркостью и оригинальностью. Сюжеты композиции, чудеса на грани сна и реальности вдохновлены собственным видением и внутренним миром самого творца. Я начинал с пейзажей. Много я посвятил. У нас лучше не пейзажей писал. Но мой внутренний мир немножко был другой. И я вот как-то вижу вот эти вот картины у себя внутри. Они передо мной вспыхивают. На пустых холстах, когда я сажусь к пустому холсту, я уже вижу, что я уже какую картину напишу. Все это. Поэтому мне нравится создавать то, что у меня внутри. Невидимый мой собственный мир. Картины мастера интригуют и уж точно не оставят вас равнодушными. Каждый может увидеть что-то свое. Какие-то необычные трактовки, которые не закладывались мной изначально, признается Александр. А посетители продолжают гадать, что же хотел сказать художник. Художник, я с ним разговаривала, он говорит, каждый может напысливать, что ему нравится, что у него впечатляет. Но меня действительно впечатлила вот именно вот эта часть. Поэтому пока буду допысливать. По сравнению с первой выставкой очень большой рост, конечно. Есть работы, которые просто на уровне Владимира Голубя. Мне очень понравилось. Все очень яркое, интересное. Очень много фантазии. В каждой картине есть свой смысл. Все очень красиво. Выставка «Там, где живет волшебство» продлится до 20 января 2018 года. Не упустите возможность совершить путешествие по воображариуму Александра Салтовца. Александр Моцрук, Игорь Стрижкин, Слудк ТВ. В каждой машине зимние шины. Под таким девизом сегодня во всей стране проходит единый день безопасности дорожного движения. С 24 ноября по 3 декабря Госавтоинспекция проведет акцию «Зимние шины». Мероприятия направлены на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний сезон. Как показывает практика, одной из главных причин ДТП по-прежнему становится несоблюдение правил дорожного движения по части использования зимней резины. Кроме перехода на сезонные шины, инспекторы ГАИ также рекомендуют проверить работу тормозной системы, обогревателей и очистителей стекол автомобиля. Напомним, с 1 декабря на всех авто должны быть установлены зимние шины. За нарушение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность, предупреждение или штраф. В нашей стране впервые запущена линия по переработке батареек. Первопроходцем в данной области стало открытое акционерное общество «Белфти». Производство расположено на территории Минского областного технопарка. Технология по переработке солевых и щелочных батареек, которая составляет 85% от общества количества собираемых элементов питания, разработана совместно с учеными БНТУ и исключает захоронение каких-либо веществ. Все выделяемые вещества будут направляться на специализированные предприятия для дальнейшей переработки. Мощность линии – 100 тонн батареек в год. При необходимости ее можно увеличить в разы за счет двухсменного режима работы или дополнительного оснащения оборудованием. Телеканал Слудск ТВ объявляет предновогодний розыгрыш. Проведите выходные вместе с нами и кафе «Колизей». Что для этого нужно? Снять на мобильный телефон новогоднее видео, где ваш ребенок поздравляет наш город с праздником. Мы выберем самые веселые и креативные работы. 17 декабря в 12 часов победители смогут попасть в сказку. Их будет ждать развлекательная шоу-программа, вкусные угощения и шоколадный фонтан. А что еще будет на празднике, вы сможете узнать, если снимете свое поздравление и пришлете его к нам на e-mail slutsk.tv, savakotvgrant.by или на нашу группу ВКонтакте. Заявки принимаются до 3 декабря. Компания «Слуско Белгарант» совместно с провайдером цифрового телевидения и оптического интернета «Амиго» запускает новую акцию. Чтобы стать ее участником, вам нужно заполнить анкету на сайте www.tvgarant.by до 30 ноября. В этот же день станут известны пять счастливчиков, которые получат по два билета в кинотеатр «Беларусь». Спешите принять участие и окажитесь в числе победителей. Это все новости на сегодня. Следите за новостями в наших социальных сетях ВКонтакте и Ютьюбе. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте свои интересные темы. Журналисты нашего канала готовы разобраться в вашем вопросе. Всего вам доброго! Пока!